Вы знаете, когда ученые смотрят на локоскоп и наблюдают, как там живут микробы, он часто забывает, что микробы смотрят на него. Поэтому мы взяли и проанализировали, какие нормативные документы появились в госкорпорациях после того, как президентом поручил, чтобы они занялись финансированием малого и среднего бизнеса. И объективно говоря, на наш взгляд, что наиболее грамотными и передовыми, и привлекательными, это документы Росатома. В других там более жестко все написано, здесь гибко, и в то же время потенциально это достаточно неплохо, так сказать. Второй момент, то, что как бы сделал Росатом, это договора с регионами. Это во многом стабилизировало ситуацию, и последнее выступление Путина как раз и говорит, что регионы не должны в стороне стоять от национальных проектов. И на сегодняшний день, после подписания этого соглашения с Росатомом, значит, участниками соглашения с Росатомом стали 14 предприятий у Росатома, значительно больше, что было еще год назад. Значит, мы, как завод «Эликонт», с Росатомом начали заниматься еще во времена СССР и взаимодействовали с НИИ имени Бочкарева, по производству кандаловой продукции. Значит, после подписания соглашения эта работа возобновилась. Пока, к сожалению, 100% кандалов мы закупаем за пределами России при наличии возможности в Росатоме выпускать этот достаточно нужный для конденсаторов компонент. Поэтому мы восстановили сейчас рабочие связи, организованно встречаемся, у нас есть дорожная карта, и мы этим делом занимаемся сейчас достаточно активно. Очень подробный разговор у нас стоялся в Перми с первым заместителем, руководителем Росатома, Каменских Иван Михайловичем, потому что бизнес, это отношение между людьми, об этом мы сегодня многое говорили. Мы многое ему сказали, он нам многое сказал. Разговор прошел очень интересный. Это была конференция, значит, в Перми, диверсификация ПК «Стратегия перемен». В рамках диверсификации нашего предприятия мы реализуем проект создания в Удмуртской Республике производства передовых систем электропитания на основе высокоэффективно-солнечной батарейки. Значит, мы это реализуем в рамках создания кластеров. Здесь говорили тоже о кластерах и так далее, но мы считаем, это необходимость жизненная. Если не будет в России кооперации, делать все от металла до танка и так далее, это бесполезно. В нынешних экономических условиях. Только кооперация, дружная, согласованная, может вывести нас вперед. Поэтому комплексный проект включает в себя создание 11 производств, в том числе производства фотоэлектрических преобразователей, изделий из оптического силикона, солнечных панелей, накопителей энергии, интегрированных систем управления энергией, систем слежения за Солнцем и других изделий. Минпромторг по итогам рассмотрения этого проекта на своем совещании под руководством Колыманова поддержал это предложение Удмуртской республики. И сегодня мы активно занимаемся разработкой этого кластера. Мы доложили об этом предложении Владимиру Владимировичу Путину, как он в прошлом году у нас был в Удмурте, и была выставка о том, что предприятие УБК думает поставить в рамках гражданской продукции. Мы ему подробно об этом рассказали, проект был одобрен. В ходе реализации проекта предполагается привлечение инвестиций на приобретение оборудования проведения в Мелониокр в объеме около 16 миллиардов рублей. Выпуск товарной продукции составит 32 миллиарда рублей и будет создано около 1200 новых рабочих мест. Значит, ряд российских корпораций, институтов развития, инвестиционные компании Китая, Индии и Египта выразили свое желание участвовать в развитии этого кластера. На сегодняшний день мы формируем систему промышленного кластера, устанавливаем кооперационные связи, создан ряд новых производств. Это опытное производство солнечно-фотоэлектрических панелей, производство трекеров, лаборатория для отработки выпуска компонентов аналиевых батарей. В начале 2018 года Росатом и Сколково проводили конкурс, мы в нем приняли участие, дошли до полуфинала. Он во многом, значит, подтолкнул нас к развитию одного из направлений этого аналиевых ретокс-батарей. Значит, эксперт Этвела прогнозирует, что данный тип батареи может достичь уровня потребления от 20 до 40 гигаватт в год к 2025 году. Это рост в 50-100 раз. Одним из преимуществ в аналиевых ретокс-батарей является возможность независимого наращивания и мощности, и емкости, а также возможность создать накопители большой емкости, более 10 мегаватт. Например, после строительства в Китае АЭС-Тайвань, который ввел Росатом, китайские партнеры на сегодняшний день проектируют и собираются построить на этом объекте в аналиевых ретокс-батарей для сглаживания пиков потребления с мощностью 200 мегаватт. Значит, это очень мощная станция будет. При проведении НИРА-РТР мы с учетом компетенции по созданию конденсаторов, работающих при температуре в минус 60 градусов, разрабатываем электролит для ВРВ для применения в арктических условиях. И, наверное, эти батареи будут востребованы Росатом при реализации Росатома функций оператора Северного морского пути. Росатома – одна из немногих корпораций, сохранившая отраслевую науку. Например, мы ведем переговоры с НИИ Графит, ведущим научно-исследовательским институтом в области производства графита. С Эгеритметом мы контактируем по вопросу совершенствования технологии мозгидридной битоксии с учетом новых типов подложек, которые они начали выпускать. Значит, мы активно работаем с Железом Ивановичем Алферовым, поскольку его технология самая современная на сегодняшний момент. Значит, и мы, значит, на его базе, собственно, создаем наши солнечные панели. Значит, сейчас ведутся переговоры о поставках конкретно солнечных электростанций этого типа в 7 стран мира. Это в основном экваториальные субы, экваториальные страны, их всего в мире 137 стран. Емкость рынка там просто гигантская, и мы даже когда считаем наши возможности, мы ведем речь о 2-3-4 процентах на этого рынка, так сказать. Значит, и концентратные панели именно в этих регионах, они позволяют превосходить кремниевые панели более чем в 2,5 раза по выработке электроэнергии с 1 квадратного метра. Прорывая развитие, невозможно снять без сотрудничества с мировыми центрами компетенции. Поэтому мы стали участниками тендера, проводимого Евросоюзом, на предоставление субсидий для проведения НИОКР по разработке высокоэффективных солнечных панелей следующего уже поколения. Для этого сформированы консорциум из 5 компаний, 3 из которых представляют страны Евросоюза, на проведение НИОКР предусмотрено значительное финансирование, а самое главное, что результаты этой разработки могут быть использованы любой компанией, входящей в консорцию, в том числе для создания производств с локализацией на территории государства, где находится эта компания. По информации из открытых источников стало известно, что в рамках проекта «Экология» Министерство природных ресурсов и экологии инициировано передачу четырех объектов, ранее занимавшихся утилизацией химического оружия и Росатома. В Удмурской республике расположено два таких объекта – Камварка и Кизня. Это ведет к осуществлению зоны присутствия Росатома в Удмуртель, возможности развивать оперативные связи и эффективно использовать замечательную материальную базу, которая создана на этих объектах. И хочу высказать несколько пожеланий. Первое. В газетах и журналах, выпускаемых Росатомом на предприятии, есть термин «страна Росатома». Это действительно совершенно правильно названо. Через предприятие Минсветмаша, через Атомгорода прошли сотни тысяч людей, и они благодарны за эту школу производства, школу жизни. Созданный Росатомом и Общественный совет работает достаточно эффективно, но на наш взгляд надо бы более активно работать с гражданами этой страны Росатома, которые сейчас трудятся в других компаниях, и это принесет пользу в конечном счете и Росатома. В Росатоме на сегодняшний день прорабатывается программа создания центров научно-технических компетенций в сфере неядерных технологий на базе опорных вузов. С одним из таких вузов, Севастопольским госуниверситетом, мы уже реализуем проект и создаем центр мониторинга и сертификации солнечных электростанций. Было бы целесообразно включить этот проект в программу Росатома. И третье, как бы, значит, да, Владимир Владимирович, наверное, прав, когда говорит о том, что госкорпорации, собственно, и созданы для того, чтобы реализовывать, значит, национальные проекты, масштабные, перспективные и так далее. На наш взгляд, для развития кооперации с внешними корпорациями это могли бы быть дорожные карты и планы мероприятий. А вот для работы с компаниями, предлагающими новые крупные межотраслевые экспортно-ориентированные проекты, нужны такие же комплексные долгосрочные программы. Об этом здесь тоже уже говорилось. Но, на мой взгляд, надо их делать и при участии региональных органов власти. Спасибо за внимание. Спасибо одним словом. С Росатомом бизнес делать можно? С Росатомом можно делать, тем более, вы знаете, я могу сказать, для меня лично это есть некие неэкономические, значит, функции, потому что я сам из Росатома, я приехал молодым специалистом. Это большая часть моей жизни, поэтому я и работаю с Росатомом. В том числе. Календарь, спасибо.